Сегодня в Калифорнии открылся готовившийся на протяжении нескольких лет суд против Элизабет Холмс, основательницы компании, которая обещала производство суперудобных аппаратов для анализа крови. Согласно ей, у пациентов должны были брать всего одну капельку крови в результате легкого укола пальца, и на основании анализа этой капли должны были производиться самые разные тесты, для которых сейчас нужно брать чуть ли не литры крови усилиями квалифицированных и дорогих медсестер. При этом также результаты анализов аппаратура должна была выдавать в рекордные сроки. Компания, которую создала Элизабет Холмс, не была одним из крошечных медицинских стартапов, в которых в Америке так много, стоимость ее оценивалась, между прочим, в 9 миллиардов. На презентации предположительной новой технологии присутствовал тогдашний вице-президент Байден, говоривший, что наконец-то в Америке найдена еще одна чудо технологии, которая может изменить мир. А позже оказалось, что на основе этой капли крови смогли производить только очень ограниченные тесты, а результаты испытаний фальсифицировали, включая в них показатели обычных трудоемких анализов со взятием крови шприцем из вены. Налисо было явное журничество, обман вкладчиков. По пути обмана Элизабет Холмс пошла, потому что обещанная технология оказалась не столь эффективной. Она в основном давала ложные результаты, но Холмс надеялась, что все можно будет исправить. Она начала с небольшой подтасовки фактов, затем дошла и до масштабного журничества. Помимо всего прочего, ее, конечно, пропагандировали как почти уникального предпринимателя. Женщину, которая превосходит по своим способностям многих мужчин, является флагманом борьбы за женское равноправие. Еще одна особенность этого дела в том, что как бы признание этой технологии пришлось на администрацию Обамы. И поддержка этой компании лично Байденом и другими членами администрации, конечно, сыграла свою роль. Администрация Обамы вообще любила поддерживать всевозможные чудо-технологии и не только для медицинских анализов. Также, например, колоссальные деньги из правительственных фондов были вложены в компанию, которая должна была производить солнечные батареи дешевле китайских и более высокого качества. Но затем и эта компания оказалась мыльным пузырем и обанкротилась. Сегодня Нью-Йорк Таймс и другие издания печатают интервью с жителями Нью-Йорка, которые говорят, что прекращением федеральной помощи и помощи штата является глупым, неэтичным и низким шагом. Почему? Потому что, согласно этим интервью, если они, жители Нью-Йорка, не станут покупать пищу, одежду и другие товары, не смогут тратить деньги, которые пойдут местным бизнесам, то непонятно, как Нью-Йорк вообще может восстановиться. Эти комментарии касаются прекращения федеральной программы по дополнительным выплатам безработным по 300 долларов в неделю, по плате более длинных сроков действия пособий, по выдаче пособий контракторам, которые в обычных условиях права на помощь не имели по безработице. В Нью-Йорке особенно высоким является процент тех, кто получал пособие – 10% всего населения, или 800 тысяч человек. И прекращение действия федеральных программ означает прекращение выдачи. Нью-Йоркцам 463 миллионов долларов в неделю – почти полумиллиарда за 7 дней. Это действительно деньги, которые тратились нью-йоркцами в первую очередь на покупку товаров, услуг именно в городе, то есть имели существенное значение для поддержания его экономики. Ну, конечно, по мнению некоторых, для поддержания экономики Нью-Йорка важнее выплат по безработице было бы, например, устройство жителей на работу. Но в Нью-Йорке недовольство прекращением выплат большое. Губернатор штата Кетти Хорчилл говорит, что у штата нет денег для продления выплат пособий за его счет. А Байден заявлял, что штаты могут продолжать доплаты безработным из остающихся у них денег, выделенных по закону о стимулах на другие программы. Но как бы то ни было, возобновление льгот не предвидится, и во всяком случае, в близком будущем доходы многих бизнесов действительно могут сократиться. Сегодня сообщили, что в Объединенных Арабских Эмиратах были арестованы 7 американских граждан с чартерного самолета, который направлялся в Афганистан. Американцы имели оружие, не заявленное в таможенях декларации. Речь идет о частной вооруженной группе, которая намеренно была вооруженным путем, может быть, содействовать выезду из Афганистана американских граждан и афганцев, сотрудничавших с американскими военными. Сегодня опубликовано также электронное послание от представителей государственного департамента, в котором говорится, что Госдеп не будет оказывать поддержку частным американским группам, которые могут вывозить из Афганистана людей. Частные американские группы нанимают самолеты для посадки которых в соседних с Афганистаном стран нужна просьба государственного департамента, но дипломатическое ведомство брать на себя ответственность за эти группировки не может. Госдеп считает, что неуправляемые действия частных лиц могут привести к резкому ужесточению позиции Талибана в отношении американских граждан, остающихся в стране, а ужесточение позиции сейчас у Талибана высоко вероятно. После периода некоторой анархии объявлено о временном правительстве Талибана. Ведущие посты в нем заняли ветераны 20-летней террористической войны против США, в том числе бывшие заключенные Гуантанамо. Вчера в Кабуле несколько сот человек вышли на демонстрацию протеста, а она была быстро жестоко подавлена. И еще сегодня госсекретарь Блинкин заявил, что Талибы должны прекратить препятствовать вылетам чартерных рейсов с американцами из северного города Мазари-Шарифа, что государственный департамент четко заявил об этом Талибам. В Мазари-Шарифе уже несколько суток находятся американцы, которые не могут вылететь. Талибы ссылаются на то, что якобы не у всех их имеются необходимые для вылета документы. Сегодня в Израиле продолжались общенациональные поиски шести палестинских террористов, бежавших из тюрьмы строгого режима. Для бегства они использовали прорытый ими подземный туннель. На дорогах установлено больше двухсот контрольно-пропускных пунктов. Проводятся рейды в арабских городах, осуществляются поиски отрядами с собаками и при поддержке авиации. Бежавшие являются опасными террористами, на руках которых кровь израильтян. Израиль намерен предпринять все необходимые усилия, чтобы им не удалось избежать ответственности. Спецслужбы говорят о возможности организации бежавшего крупного теракта, в том числе, например, захвата израильских заложников с требованием освобождения других заключенных. Один из бежавших – это Закария Зубейда, командир Фатаха. Он несет ответственность за организацию нескольких террористических актов, которые привели к гибели людей. В следующей части о том, что Бритни Спирт скоро обещает так называемую свободу. Оставайтесь с нами.